МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния программа «Афиша» и я, ее ведущая Елена Бочкарева. Прямо сейчас о наиболее заметных культурных событиях на завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брянский областной театр драмы приглашает вас завтра на спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Режиссер-постановщик, заслуженный артист России Валентин Варецкий. Незамысловатый сюжет о том, как четверо изрядно потрепанных жизнью женихов сватаются купеческой дочке. Насладиться удивительным гоголевским языком и замечательной игрой актеров вы сможете завтра в 12 часов. Театр «Кукол» завтра покажет спектакль «Истенок и пугало» режиссер-постановщик Ольга Сидоренко. «Истенок» по законам стаи должен был погибнуть, но пугло-страшко спасает его. Нота любви и нежности пронизывает весь спектакль. Начало в 11 часов. Концертный зал «Дружба» приглашает на театрализованное мультимедийное шоу «Мультпереполох». Ребята и взрослые встретятся с похитителем детских мультфильмов профессором Злючкиным, с отважными помощниками-миньонами, с клоуном Клёпой и отважной собакой Скоби-Дум, героями Диснейленда Микки Маусом и Дональд Даком. Начало в 17 часов. Завтра выставочный зал «Рост» проведет беспредметную интерактивную художественную выставку под названием «Единица черного цвета». Как утверждают авторы, посетители ждут три часа безрассудства и аллогизма с шести до девяти вечера. Киноиндустрия в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. Комедийный мультфильм производства Финляндии и США «Энгри Бёрдс» в кино в формате 3D. Фильм расскажет о том, как началось знаменитое противостояние птичек и свинок, персонажей популярной компьютерной игры, а также раскроет некоторые секреты любимых героев. Французская драма «Шоколад» – это история первого во Франции чернокожего клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, вышедшим было в тираж, а с появлением нового партнера, вернувшим себе былую славу. Их номера были чрезвычайно популярны, но интерес был востребован преимущественно из-за того, что белый клоун издевался над чернокожим. Белорусский боевик «Кот Каина» – успешная американская журналистка Сара Огден – агент тайного общества, которое исследует «Кот Каина» – ген, толкающий человека на путь ненависти, предательства, убийства, несущую грозу всему мирозданию. Для выполнения очередной миссии Сара отправляется в Восточную Европу на поиски носителя рокового гена. Американский фильм ужасов «Черные праздники» – антология всеми любимых праздников, пропущенных через призму человеческих страхов и предубеждений. Французская комедия «Любовь не по размеру». Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с человеком по имени Александр. Он умен, обаятелен, у него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного – его рост чуть больше метра. Это небольшое препятствие оказывается источником огромных проблем и множества неудобных и смешных ситуаций для Дианы. Американский фантастический боевик «Первый мститель» противостояния в формате 3D. «Мстители» оказываются участниками инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься и начать регулировать действия всех людей с особыми способностями. Все это приводит к неизбежному расколу «Мстителей» и гражданской войне между двумя сторонами. Фантастический мультфильм «Рэдчет и Кланг» в формате 3D. Рэдчет всегда мечтал присоединиться к галактическим космическим рейнджерам, но самовлюбленный супергерой-капитан Кварк не принимает его в команду. Все меняется, когда галактике начинает грозить опасность. Российская военная драма «72 часа». Это история противостояния двух молодых людей, двух жизненных позиций. Комсомольца Алексея и предателя Дмитрия. Действия происходят в самом начале Великой Отечественной войны. В ролях Ирина Розанова, Алексей Шевченков и другие. Российский мультфильм «Волки и овцы. Безумное превращение в формате 3D». Молодой волк постоянно находится в поисках приключений. Внезапно его жизнь круто меняется, когда, выпив магический эликсир, серый становится бараном. Фильм ужасов американского производства «Сомния». У молодой пары, потерявшей маленького сына, появляется второй шанс на счастливую жизнь. Когда они берут из приюта замечательного восьмилетнего Коди. Мальчик очень боится засыпать по ночам. Пока Коди спит, его сны оживают. Российская приключенческая драма «Экипаж» в формате 3D. Завтра в столице Румынии, Бухаресте, стартует международный джазовый конкурс, который проходит в течение недели в рамках Большого музыкального фестиваля «Европа-фест». Единственный и уникальный в Европе. Он посвящен четырем музыкальным направлениям – джазу, блюзу, поп и классической музыке. Тем самым объединяя любителей музыки практически всех жанров. Конечно же, джаз в эти дни будет звучать не только в залах и аудиториях, но и во многих кафе и даже просто на улицах города. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин